Здравствуйте дорогие угличане! Наша передача называется «Чай кофе». Каждый из вас может продолжить это устойчивое выражение как хочет. Ну а мы поговорим. Мы встречаемся с нашими гостями в ресторанном комплексе «Русская усадьба». И сегодня, когда до Нового года остаются считанные дни, нам хотелось пригласить особенного гостя. Нам хотелось пригласить того гостя, для кого этот год прошел наиболее плодотворно и в профессиональной сфере, и в личной сфере. Мы долго думали, таких достойных людей было довольно много, но мы выбрали, и я думаю, что мы не ошиблись с выбором. Сегодня у нас в гостях балетмейстер Татьяна Викторовна Честных. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Добрый день! Год был для вас действительно плодотворным, и вот я могу дать оценку со стороны довольно удачным. Это и юбилей вашего коллектива. Как долго вы к нему готовились? Очень много номеров, которые готовы, но дети – это же не профессионалы. Не танцуя какое-то время, они их как бы подзабывают, начинают танцевать так, как им удобно, как им нравится, как им не так сложно. В общем-то, мы готовились год. Мы же еще готовим и новые номера. То есть нам хочется показать не то, что у нас было. Зритель должен видеть, что мы перешагнули какой-то этап, поднялись на ступенечку, перешагнули еще этап, поднялись на ступенечку. И от детей, конечно, если посмотреть, что мы, например, эти дети этого возраста танцевали, например, там 10-15 лет назад, то, конечно, сейчас они танцуют более сложные номера. Я им даже, знаете, как даю немножечко чуть-чуть сложнее, чем они могут станцевать. А вы можете вообще открыть эту тайну страшную, чудовищную, как рождается новый номер? То есть как это происходит? Вы смотрите какое-то видео, вы, не знаю, там что-то садитесь, думаете, во сне это приходит. Беру я музыку. Например, ну вот последний номер у нас, например, там, Рутульский был. Рутульский – это малая народность Дагестана. Вот. Музыка замечательная, потому что если музыка неинтересная, номер не создается. Ну как бы вот это для меня лично. И я начинаю смотреть очень много видео. Очень много. Причем видео в основном профессиональные коллективы, фольклорные коллективы, потому что весь танец, он же с чего пошел? Он пошел с фольклора. Любой номер, любой народный номер мы берем его из фольклора. Вот. И уже глядя, как танцуют все вот эти коллективы, начинает создаваться что-то свое. То есть свой рисунок. Рисунок – это какое-то образное выражение? Или вы реально садитесь и рисуете что-то? Я рисую. Я рисую. Я вот на бумаге, да? Да, я беру карандаш, я беру листочек, и я начинаю рисовать номер. Например, круг, из круга, там, ну, предположим, таблиния, диагональ, звездочки, корзиночки и так далее, и так далее. В зависимости от того, что характерно для данного народа. Потому что у каждого свое. А бывало так, что вот вы работаете над каким-то номером, достаточно много уже репетировали, а когда идет какой-то прогон на сцене, увидите, что совершенно вообще не то. Ну, вот как бы он разваленный, нет какого-то целостности. Нет, когда номер уже сделан, такого нет. Знаете, у меня как было такое, я делала номер, вот, ну, он не идет. Нет, сделать-то можно, конечно, любой, то есть там... Ну, просто завершите все. Да, завершите все. Но вот он не клеится, вот, ну, нет финала. Мне пришлось его просто забыть и начать по новой. Это был у меня вот такой вот один опыт. И я его просто начала совершенно по-другому, и он у меня лег так, как задумывалась, так скажем. Была уникальная атмосфера отчетного концерта, когда там эти родители, бабушки, дедушки, родственники, там, просто любители танцев, которые пришли во дворец культуры посмотреть отчетный концерт юбилейный. И вот это вот единство детей, взрослых, разных поколений. К вам приехали выпускники. Это вообще, ну, вот удивительно, да, что люди, казалось бы, уже взрослые, занимаются своими проблемами, а им все равно интересно то, что вы делаете и то, что происходит в Угличе. Какие чувства вы испытывали вот в тот момент, когда вы все это видели? Вы знаете, когда начинали концерт, ведь, ну, опять же, не хочется делать, повторяться. У нас уже был концерт по танцам народов мира. То есть, как бы мы путешествовали по миру и вот, то есть, показывали всевозможные танцы. Потом у нас был концерт, когда у нас, как к нам гости приезжали, вот, у нас назывался «Русским чаем угощаем». То есть... Чаем. Чаем, кстати. Чаем. И вот мы очень долго думали, думали, вот не могли найти вот это вот, за что зацепиться, чтобы концерт прошел. Иван Корец, он подбросил идею, говорит, а давайте, как бы, поколение. Я зацепилась, мне это так понравилось. И вот весь концерт уже был построен на связи поколений. Поэтому-то у нас вот даже были номера, в которых танцевали дети, которые сейчас танцуют. И вот на сольные кусочки выходили наши воспитанники, наши выпускники, которые вот уже у нас сейчас не танцуют. И вот, как оказалось, это очень здорово. Потом, вы знаете, когда дети взрослые уже, то есть, они более артистичные, они более игровые, они более эмоциональные. И вот младшие-то, насмотревшись на них, они начнут уже сейчас расти более вот актерские. То есть, им захотелось делать, вот им просто захотелось делать игровые номера. То есть, это уже был такой еще немножечко воспитательный момент. А вот где вы находите для себя это вдохновение для создания каких-то новых номеров, для вновь и вновь, чтобы вот коллектив жил, для вливания новой крови, для вот борьбы с этими утратами, когда уходят солисты? Где находите вот эти вот творческие силы? Ведь все-таки немалый срок уже занимаетесь. Вот у меня когда самый первый мой выпуск, которых я провела, вот от шестилеточек, да, когда они первые ушли, мне казалось, все, все закончилось. Никогда у меня уже такого не будет. Просто вот уже действительно вот какой-то, знаете, такой упадок. Потом проходит какое-то время, берешь себя в руки, говоришь, все нормально. Маленькие будут такие же, не хуже, начинаешь с ними, и все. Как-то, знаете, как-то все восстанавливается. И вот с каждой группой, вот такой, с каждой группой. Главная мотивация для артистов – это сцена. Ну, это все-таки те эмоции, которые они получают от зрителей. И в этой связи вопрос, связанный с вашими всевозможными поездками, всевозможным участием в различных конкурсах. В этом году был гран-при очередной, уже третий, с чем я вас поздравляю. Как сложно держать марку? Мы в этот раз были в Абхазии, и в жюри была Елена Амбардкайтис. Это хореограф Ульяновского, замечательного коллектива «Экситон». Просто замечательного. Когда у нас было обсуждение, она сказала, «Мне очень жалко тех детей, которые берут гран-при». А на самом деле так. Потому что мои дети вот сейчас, уже начиная где-то, наверное, года 4, они ездят на фестивале только за гран-при. Лауреат первой степени – это первое место. Вот их это уже не устраивает. Уже у них идет разочарование. То есть это уже у самих детей, у них завышены вот эти вот ожидания от самого конкурса. Они же не могут все время получать гран-при, вы понимаете? Но не могут. Мы же все равно, в общем-то, мы же, можно сказать, ну не лучшее же, правильно? Есть же и лучшее. К этому мы должны стремиться. Ведь танцы – это очень большой труд. То есть я всегда детям говорю, вы должны так танцевать, что все зрители сказали, да это запросто, я выйду и станцую. А на самом-то деле это очень большой труд. То есть они приходят, думают, вот они сейчас затанцуют. Но не всегда получается, это конечно. Да. Это и слезы, и все. Да, и тут их надо, мало того, что их научить, им нужно спиночки поставить, ручки поставить, растянуть, чтобы они были гибкие, по возможности, чтобы они все на шпагаты садились. Ну, гигантский труд, но а чем это окупается? Окупается все-таки, когда вот финальные дайте выступили. Знаете, когда смотришь на сцену, когда они здорово танцуют. Как вы задумались. Как нарисовали когда-то, а они именно так все и прошли. Да, да, да. Татьяна Николаевна, помимо вот профессиональных успехов этот год, я вот тут почему-то уверен и чувствую, что и в личном плане для вас много значил. Я сейчас имею в виду даже не события, которые касаются конкретно вашей семьи, а события такого мирового масштаба, это присоединение Крыма к России. Вот что это для вас лично значит? Вы же у нас из Севастополя. Я очень люблю Крым. Там прошло мое детство, я там училась. И, конечно, для меня вот этот кусочек земли очень дорог. И, конечно, когда вот там все эти события произошли, мы очень были рады, вот на самом деле. Татьяна Николаевна, спасибо, что вот в это время суеты, когда подготовка идет к праздникам, нашли время, вырвались к нам. Традиционно в конце нашей программы мы переходим к вопросам в формате БЛИЦ. Это короткий вопрос и, желательно, короткий максимальный ответ. Вот если все-таки выбирать танцы, то это русские народные танцы, эстрадные танцы или какие-то современные направления. Вы бы что выбрали, что вам ближе? Ближе народные. Лучший отдых для вас это что? Море. Любимое время года? Самое начало весны. Чай все-таки или кофе? Утром чай, днем кофе, вечером молоко. А есть какой-то рецепт вашего самого вкусного чая, самого вкусного кофе? Я очень люблю чай моего детства. Это так называемый калмыцкий чай. Этот чай варила моя мама. Она брала плиточный чай, знаете, такой, который надо разбивать молотком, укладывала в кастрюльку и варила его с молоком. А потом, добавив туда чуть-чуть соли, мы его пили. Это самый вкусный чай и самый полезный. Спасибо большое. Ну, как вы, наверное, догадались, уважаемые телезрители, все-таки у нас программа предпраздничная и время новогодних чудес. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Дорогие угличане, самое для нас дорогое – это наши родные. Пусть будут все здоровы, и пусть в Новом году все будут счастливы. Дорогие угличане, верьте в новогодние чудеса. Видите, у нас даже шампанское красного цвета. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!